Вот уже не первый год берег озера Глинки в Симферополе служит местным жителям свалкой. Сюда свозят все от бытовых отходов до строительного мусора и старой мебели. И это черта города. По словам местных жителей, в такое состояние это живописное место пришло не без причины. С улиц Земляничная, Арендная, Посевная и Сосновая поселка Кирпичная не вывозят мусор. Хотя местные жители регулярно платят за эту коммунальную услугу. Несут, везут, все кому не лень. Вывоза мусора нету как такового по поселку. Все несут в этот карьер, высыпают. А мы это все дышим этим и мучаемся с этим мусором. И воюем с жителями. Платим регулярно. Тем более, что у нас перед этим мы заключили договора с Экоградом. У нас вывозился мусор целый год. И потом прекратился вывоз мусора. Люди перестали платить. Нам пришли уведомления про то, что нас оштрафуют. Люди начали возмущаться. В конце концов, все закончилось судом. Когда люди заплатили штраф, через суд уже это все прошло. Мы заплатили кто две тысячи, кто три тысячи. Но пришлось заплатить. А за что мы заплатили, мы не знаем. Местные жители обращались с жалобами по поводу свалки во все инстанции. Но решения проблемы так и не дождались. В январе этого года под обращением на имя мэра столицы подписались 60 человек. Но и на это обращение пока нет ответа. Ходили мы, подписи собирали. Места 30, собрали 60 подписей. Значит, они говорят, мы машину не пустим, мы пытаемся от этого отойти. В даче машина ездит, в курсы сельское место машина ездит. К нам машина не ездит, потому что мы пытаемся от этого отойти. А платить-то мы платим. Как это мы пытаемся от этого отойти? Значит, как-то выход-то какой-то все равно должен быть. Свалка находится всего в нескольких шагах от жилых домов. Люди буквально ходят не только по бытовым отходам. Под ногами у них, в том числе и детей, битое стекло, гвозди, строительный мусор. А с наступлением тепла здесь появился и едкий запах. Мы платим деньги за вывоз мусора, но приходится отвозить его на своей машине, потому что где нам ставили баки мусорные, не могла подъехать машина. Нету дорог, нету оборудованной площадки. Мы просим, чтобы в каком-то месте глава города, администрация выделила место, забетонировали и поставили нормальные мусорные баки. Жители поселка Кирпичное надеются, что на их многочисленные обращения реакция все же последует. Иначе от живописных пейзажей озера Глинка не останется ничего, кроме гор мусора. Зеліна Вапова, Рустим Муртазаев.